По поводу криптовалюты ходит много разных мнений, но я лично придерживаюсь такого, что если я вижу какую-то монетку, у которой есть хоть какой-то фундаментал, в том плане, что на этом блокчейне разрабатывают какие-то проекты и в дальнейшем они могут быть интересны, то я здесь добавляю эту монетку на 100 долларов в рисковую часть портфеля, то есть у меня сейчас портфель 36 тысяч долларов. Как вы понимаете, 100 долларов это сущая копейка, она не будет влиять в существенную роль, если вдруг эта монетка будет стоить 2 доллара. Ну то есть да, потерял вроде как, но несущественно. Но что я таким способом делаю? Если да, это лично мое правило, оно никак не обосновано никакими там умными мыслями, я всегда покупаю эти монетки на 100 баксов, если они стоят до 1 доллара, то есть меньше чем 1 доллар, 0,5 центов, например. Почему? Вот, например, Solana, которая сейчас, в 2021 году, к концу года, стоит 200 баксов за монетку. В 2020 году это был провальный проект с неработающей экосистемой, и монета на биржах стоила 0,54 цента. Вложить ты 100 баксов в тот момент, ну просто как потестировать, как вера в будущее, или как, условно, как казино. То сейчас, к текущему моменту, у вас со 100 долларов было бы 37 тысяч долларов. Со 100. 37 тысяч. За 2 года. Представляете? Вот поэтому я в хребте. Поэтому я вот таким вот способом экспериментирую. В моем портфеле сейчас там 23 разные монетки. Есть, конечно же, биткоин, есть другие альткоины, в которых вложено только 500 долларов. Но есть вот такие вот тестовые, в которые я такой, типа, ну, может быть, из этого что-то и увидит. Просто куплю на 100 долларов и не фиксирую прибыль. То есть я прям вот жду. То есть вот, да, это хороший такой показатель. То есть я понимаю, что мне хочется со 100 долларов получить прибыль в 10 тысяч долларов. Я посчитал по процентам, сколько это должно быть. И я при покупке криптовалюты на 100 долларов, я ставлю сразу же тейк-профит. В финансе это делать легко. На нужную мне сумму. То есть я высчитываю просто математические вот цели. И понимаю, что вот при достижении вот этой цены я смогу заработать 10 тысяч долларов. Я ее просто продаю. Ну, потом, то есть фиксирую прибыль. Ну, возможно, там, знаете, у меня еще не было такого опыта. Я понимаю, что когда вот, ну, купил какое-то количество, например, 17 тысяч монет. И они стоят спустя несколько лет, например, 10 тысяч долларов. Я, конечно же, продам 9 тысяч, например, 900. И за долларов оставлю также в этой монетке. Вдруг когда-то она отдаст еще больше иксы. И будет лететь, лететь, лететь. Я потом сниму оттуда еще, например, 29-30 тысяч долларов. Вот поэтому я делюсь своим мнением о том, что в Альткоин я инвестирую как рисковый актив. Не больше 100 долларов. При соотношении моего общего портфеля. Это очень маленький процент. Вы можете высчитать пропорционально в свой. И там вкладывают, например, 10 долларов, 5 долларов, 7 долларов, 15 долларов. Да, и профит будет меньше. Но, извините, из 10 долларов получить 3 700. Это тоже неплохие деньги, понимаете? То есть, если у вас там, ну, портфель, например, весь 5 тысяч долларов, вы уложили там 10 долларов, по 10 долларов, 10 разных монеток. И какая-то от них через 2 года стрельнула и принесла вам 3 700. Это нехилая такая прибавка к вашему основному портфелю. Вот такие вот пироги. А вот про салон, да? То, что в 2020 году она стоила 0,54 цента за доллар. В 2021 году они такие, ну, кажется, это удачный проект. И монетка стоит уже 20 долларов. А сейчас конец 21 года, и она штурманула 200 баксов. В итоге вот раз. Увидимся с вами в следующем видео. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. На все комментарии всегда отвечаю. Пока. И удачной конвестиции.